Лошадь на развязках. Абсолютно привычное и нормальное зрелище практически на любой конюшне и практически никогда не вызывает ни у кого никаких вопросов. А вы когда-нибудь задумывались, каково это лошади стоять на развязках? Вот я задумалась и решила поэкспериментировать на себе. Сейчас я лошадь поставлю в дневник, а сама пристегну себя к развязкам и попробую так постоять минут хотя бы 5. И буду вам рассказывать о своих ощущениях. А я вот так надену кепочку. Вот так я у тебя зафиксирую голову. Не надо, беру затянутую мне долго. Больно, карабины в голову втыкаются, лошади не втыкаются. Зафиксирую голову и зафиксирую руки. Как бы лошади, лошадь тоже в принципе передними ногами особо никуда пойти не может. Нет, ну и сделаем так. Вот так вот зафиксируем руки. Собственно, можно немножко перемещаться туда-сюда. Голова и руки зафиксированы. Потому что на часы я практически не могу посмотреть. Нет, немножко могу. А вы проходите. О, всем пометирую. Ам. Так, ну стоим. Я умная, хорошая лошадь. В принципе, ощущение, конечно, так себе. То есть ничего не больно, не неприятно. Просто сознание того, что я зафиксирована, оно такое как бы не очень приятное. И понятно, почему лошади с клаустрофобией нужно приучать к тому, чтобы стоять на развязках. Потому что вот осознание того, что я даже не могу повернуть голову, чтобы посмотреть, что там происходит. Лошадям проще. Они хотя бы на 360 градусов почти умеют видеть. Так, сколько время? Время 16... Нет, 17.00. Вот. Стою. Потому что 5 минут, конечно. Я не уверена, что я простою так 5 минут. Нормально, но скучно. Очень. Подумаем. Может быть, вот так покачаться? Интересно, а повисеть? Тяжело. Можно немножко походить. Ой! Кажется, заята по жопе надоет. Ладно, стою. Ну, почти 2 минуты прошло. Очень скучно. А если ногами болтать? Стою. Нос зачесался, нос. Нос. Чешите нос кто-нибудь. Теперь спина. Кто-то ползает у меня по спине. Нет-то. Стою. Может, петь? Ходят кони над рекою ищут кони водопою. Ох, что же я маленьким не сдохну. Ну, долго еще, а? Сколько времени-то? Смотри-ка, 3,5 минуты. Даже уже чуть-чуть побольше. Ой, вот подумала. А вот не дай бог, сейчас кто-нибудь подойдет и начнет меня щекотать. Ребят, я с ноги врежу, честно. Предупреждаю, у меня нет руки, курятки. Нет, если еще что-нибудь приятное буду делать, там, массаж какой-нибудь, это можно вытерпеть. А если, не дай бог, вот хорошо у меня короткие волосы, а будет длинно, и кто-нибудь пришел и два часа вот так вот мне косичками закреплял. Я бы, наверное, померла. Ха-ха-ха! Не подходи. Не подходи. Нет, ну это хоть не скучно. Нет, самое ужасное, это вот, когда ты стоишь и ничего не происходит. А ты стоишь. А может кто-то молится из лошадей, чтобы так дальше ничего не происходило. Чтобы так вот все, Саша, если видела, так простоять. Да. Нет, я, конечно, понимаю, что лошади спать могут стоя, а если они не хотят. Знаете, если бы меня кто-то лежа вот так вот привязал, я бы не смогла заснуть. Ухо зачесалось. Ну все, я больше не могу, я пошла. В общем, друзья, я хочу сказать так, что если бы я каждый день просыпалась бы с мыслью о том, что сегодня мне опять полчаса стоять на развязках, а потом еще час стоять на развязках, я бы, наверное, всю жизнь жила бы в глубокой депрессии. Возможно, бы просто не хотела просыпаться. Ну, понятно, что лошади живут в моменте и никогда не думают о том, что с ними будет происходить там через час, через два, завтра, послезавтра. Но тем не менее, вот я уверена, что стоя на развязках, чувствуют они примерно то же самое. Вот честно, я бы предпочла бежать по лесу с рюкзаком на спине, чем вот так вот стоять там хотя бы, ну, пять минут еще окей, но не дольше. Поэтому, ну, я понимаю, что иногда нужно действительно зафиксировать лошадь, чтобы что-то с ней сделать практически. Ну, практически в жизни каждой лошади такие ситуации бывают. Но, пожалуйста, не оставляйте свою лошадь на развязках дольше, чем это абсолютно необходимо. Не уходите пить чай, не трындите там с кем-нибудь, зацепившись там на час, на два языками, пока ваша лошадь ждет вас на развязках. Не сушите копыта по два часа. Постарайтесь все-таки минимизировать то вот время своей жизни, которое ваша лошадь проводит на развязках. Я уверена, что лошадь скажет вам большое спасибо. Я бы сказала. Всем пока.